Так, поговорим про ветеринаров. Сегодняшняя тема на злобу дня, потому что обращаются же ко мне люди. И надо вам разъяснять. И надо разъяснить самые важные моменты. Прежде всего, сложность в том, что с одной стороны это закон о защите прав потребителей действует, да, вроде защищает граждан. С другой стороны, котенок, да, которого вы подобрали на улице, для вас это и вырастили, да, там, в течение пяти лет, или щеночек, да, маленький, и вы его вырастили. Для вас он, не знаю, дороже некоторых людей, правильно же? Вот. Член семьи, можно сказать. Вот. И это для вас. А для государства, с точки зрения закона, смотрите, я не пытаюсь оскорбить вашего члена семьи или вашего любимца, ладно? Я разъясняю закон. С точки зрения закона, этот котенок, ну, то же самое, что диван. Вот, что, вот мышка компьютерная, да? Ну, вот то же самое. Вещь, если так, грубо говоря. Это, конечно, страшно слышать и неприятно, понятное дело. Ну, вот такой закон. И, то есть, некачественно отремонтированный телефон и некачественно оказанная услуга по, там, вы отдали телефон в ремонт, а его доломали. И если вы отдали собаку, а ее там убили, ветеринары, то это одно и то же по закону, понимаете? Это одно и то же. Не шокируйтесь, ладно? Ну, да, в комментариях можете писать, что хотите? Не шокируйтесь. Просто воспринимайте мысли мои, потом уже переживете их. Потому что это, да, это, на мой взгляд, плохо, но с этим надо как-то быть, никуда не деться. Это то же самое, что и повышение пенсионного возраста. Куда мы от этого денемся? Никуда. Вот. Я вам просто разъясняю закон, как будет судья действовать. Вот. Поэтому две сферы есть в ветеринарии. Одна, ну, где вас обманут. Вот. Первое, это вы звоните. Алло, у меня там кошечка умирает. Ну, там, что-то. А какие признаки? Такие-то. А нет, все, сейчас приедет. Сколько будет стоить там? Укольчик там чего-то сделать. Сколько будет стоить? Две тысячи рублей. Приезжает человек, делает укол, говорит, девять тысяч с вас. Вы как девять? Он говорит, ну, понадобилось еще несколько уколов дополнительных. Ну, и многие отдают. Любимые, это ж член семьи, его спасли. Вот. А на самом деле это лохотрон во многих случаях. Но даже если это не лохотрон, ветеринар не имеет права по закону повысить цену без согласования с клиентом. Это же не реанимация, правильно, где там каждая секунда дорога. Он должен каждое действие свое по повышению цены с вами, ну, обговорить. Если он этого не сделал, вы имеете право не платить. Если он говорит, я сейчас вызову полицию, вы ему говорите, вызывай. Он вызывает полицию, вы никакой ответственности не несете, запомните. Если он начинает... Это опять же касается любой сферы услуг. Кто к вам приехал, оказал услугу ранее неоговоренную и требует больше денег. Без разницы. Грузчиков можно взять вместо... Ну, да кого угодно можно взять, да, там, сантехника, электрика. А, вызвали вы электрика, так вам сколько стоит там... А, вот, сантехника вызвали. Сколько стоит поменять унитаз? Не знаю, 2000. Ну, то опять же, допустим. Все, поменял такой сваз 6000. А почему... Ну, там сложности возникли. А почему вы со мной об этом не обговорили? Может быть, я отказался бы. Почему вы со мной это не обсудили? Все, возникла внезапная сложность. Покажите, обсудите. Скажите, вот, смотрите, тут такая беда. Как быть-то? Ну, и как бы, если профессионал, он должен обговорить сразу, что могут возникнуть сложности. Понимаете, да? Ну, мы сейчас берем. То есть, и вы имеете право, если тот, кто оказывает услуги, завышает цену, вы имеете право не платить, если вы не договорились. Не будьте сволочами, никогда. Будьте всегда добросовестными и не злоупотребляйте этими правами. Вот, потому что честные люди, получается, тогда тоже под ударом, да? С ними могут сволочи из потребителей, террористов, как потребительский терроризм, есть такая терминология. Сволочи могут с ними обращаться, получается, некрасиво. Поэтому вы такими не будьте, но и свои права не давайте нарушать. Все. Чуть что? 112 или там, если знаете, номер отдела полиции. Кстати, не поленитесь, запишите себе в телефон номер местного отдела полиции. И 112 надо звонить, но в местный отдел полиции тоже надо звонить. Но он побыстрее сигнал дойдет, скажем так. Вот. То есть, кто бы ни пришел, вы не несете ответственность. Даже если вы вообще не заплатите, это гражданское правовое отношение, полиция ничего вам не сделает. То есть, тут заранее у мошенника сразу проигранная ситуация, и вы можете взять только борзостью, чем они и пользуются. Поэтому они и любят, когда звонят девушке. Особенно это любят грузчики. Дальше. И второй момент, что это член вашей семьи. И когда что-то происходит, да, одно дело, телефон. Он из срочного ремонта не всегда требует. И если что-то случится, ну ладно, куплю новый. А как бы так, когда любимая собака, да, всю жизнь с ней прожил, сказать, да, куплю, ну ладно, куплю новую, невозможно, да. Вот. И вам оказали некачественную услугу, ну, повредили собаки, я не знаю как, я не медик, не ветеринар, я не знаю. Причинили ей вред, который там еще, может быть, и, не дай бог, трагическому исходу привел. Большинство людей даже нет никаких документов. Поэтому, во-первых, в любом случае, вот если вы любитель, да, кошек-собак, в любом случае, куда-то обращайтесь, обязательно бумажки, чеки, бумажки, чеки. Аудиозапись ни в коем случае не снимать, только видео. Видео вам не запрещено снимать. Что бы там они ни орали, берем и снимаем. Если они вырывают телефон, они действуют незаконно. И это личное доказательство в вашу пользу. Вот. Что бы там они ни говорили. Все. Имеете право снимать. На ваши нарушения настолько мельчайшие, даже не сравнить, если это вообще нарушение, потому что это не личная жизнь. То есть тут нарушений нет. Я, ну, просто... Сейчас я немножко не в ту сторону пошел. И еще сейчас мысль потерял. А, не поленитесь, потому что многие отдают деньги фирмам, которые даже проверить. Вот у вас есть питомец, он может заболеть? Может. Вам срочно может понадобиться его куда-то везти? Может. Две-три конторы рядышком промониторьте. Даже лично съездите, посмотрите, стационарное здание или будка просто помойная. Вот. Просто зайдите, поговорите с людьми и скажите, а можно вашу лицензию посмотреть? Документы покажите. Если вам скажут, вы кто такой, мы почему вы должны показывать? Спокойненько уходите и больше туда не обращайтесь. Обращайтесь. А если вам скажут, да, здравствуйте, вот смотрите, папочка, вот наши все документы и так далее. Вот. Другое. И издание нормальное там. Ну, и люди. Вот. Я не говорю, может быть и в обычной бытовке нормальный человек работает. Но тогда он это и вам тоже отдаст, скажет, вот смотрите, там все документы, какие надо есть. Это раз. Дальше отзывы в сети. Посмотрите. Это вот тоже сейчас становится очень важным моментом. И хоть и можно накрутить, но грамотный человек легко накрученный отзывы отличает от ненакрученных. Вот. Кстати, проверим мой микрофон. Пилят там сейчас на улице. Ну, закон подлости работает. Проверим мой микрофон. С шумоподавителем. Становлюсь блогером. Вот. То есть. Проверяем фирмы. По базе судебных приставов. Есть официальный сайт судебных приставов. Можете проверить, кого хотите, чьи данные знаете. А есть ли за ним куча долгов. Да, там, может быть, один долг, два за фирмой. Ну, как бы он роли не играет. Особенно, если они оплачены. Да, всякое бывает. Любые споры бывают. Бывает и виноваты, и суд проиграли. Но если куча долгов за человеком или за фирмой. Ну, об этом надо задуматься. Вот. Ну, все. Подводим итог. У вас есть собачка-кошечка. Если услуги с вами заранее не оговорили. Имейте право не оплачивать. Но лучше заранее предупредить, что. Давайте так. Все услуги, все любое повышение цены. Вы должны обговаривать со мной. Чтобы не спорить. Потому что человек может и забыть. Например, добросовестный. Ветеринар, он может и забыть. Например, он может. Раз там действительно срочно надо помощь. Он там подороже стало. Может быть, это и правда надо было. Он может и забыть. Но вы, если с ним обговорили, то то, что он забыл, это его проблема. Вы ему просто должны до оказания услуги. И грузчикам, и юристам, и риэлторам. Вы должны сказать. Так, услуга стоит столько. Точно не будет повышена. Все, если будет повышена, вы можете не платить. Все, полиция всегда будет на вашей стороне. Точнее, полиция ни на чьей не будет. Ничего не сделает ни вам, ни ему. Единственное, что она вас защитит от дебилов, которые бычкой берут. Вот. И это первый момент. Второй момент. Все, что касается защиты прав потребителей. Документы, видеозаписи. Документы, видеозаписи. Аудиозапись. Самое дерьмовое доказательство. Потому что она требует экспертизы. А экспертиза еще и не всегда может определить, если есть посторонние шумы. А идентичность голосов. Вот. И проверяйте. Проверьте. Кошечка, собачка у вас есть. Все, найдите себе какую-то фирму. Проверьте. Не поленитесь, пока они здоровы. Куда вы, в случае чего, гуляете вы с собакой. Пьяный дебил сбивает ее машиной. Может быть такое. В теории. Может быть такое. Вот. И бывает такое регулярно. И куда вы поедете, вы знаете. И если знаете, то знаете ближайшую клинику. Или вы проверили все ближайшие клиники. И ближайшая точно вы уверены, что хорошая? Вот. Почитайте отзывы. Конечно, когда там только одна клиника в пределах, там, 100 километров. Не вопрос. Вам деваться некуда. Вот. Но проверьте. Не поленитесь. Это же ваш член семьи. Ой, надеюсь, сделал доброе дело. Спасибо, если вдруг будут добрые комментарии. А! Не забываем. Я не гонюсь за лайками. Ставим мне дизлайки побольше. А ты что-то мало ставите. Давайте. Хоть один раз обгоним, и я отстану от вас. Давайте один раз. Если видео хорошее, полезное, ну, наставьте мне дизлайков. Мне какая разница? Я не монетизирую. Мне нет разницы, дизлайки или лайки. А вот смотрите, гаденыши, которые меня ненавидят, они ставят дизлайки. Они сидят такие и ставят мне дизлайки. А если у меня будет куча дизлайков, и я сам их прошу, получается, они делают мне добро. И вот они пусть обгадятся. Ну, пусть забавно будет. Ну, клево же. Правда? Вот юрист сидит и говорит, поставьте дизлайки, пожалуйста. Не поленитесь. Лайки не надо. Лайки пусть ставят те, кто меня не любит. Все. Не думайте, что вы делаете мне зло. Люди, я зарабатываю свои деньги не на монетизации. Мне ко мне люди обращаются, консультируются и за платными услугами. Все, это мой доход. Мне хватает на жизнь, чтобы быть счастливым человеком. Потому что многие пишут, ну, я не могу тебе поставить дизлайк. Блин, давай, я все, я отстану от вас, когда количество, ну, хоть в каком-то видео будет количество дизлайков больше, чем лайков. Давайте, накидайте мне дизлайков. Комментарии вот добрые пишите. А дизлайков накидайте, но охота дизлайков много. Вон, а то там Тимоти смог сколько дизлайков словить. Я хочу быть уровнем Тимоти. Хочу столько же дизлайков. Скушаю бургер за Собянина.